День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. И поговорим действительно сейчас больше о культурных событиях. Лето, это всегда у нас ассоциируется с какими-то вечеринками, весельем, танцами. И какие музыкальные мероприятия действительно в этом плане нас ожидают в ближайшее время, чем живет, учитывая снятие ограничений ковидных, вот такая тусовка. Мы поговорим с одним из самых выдающихся наших латвийских диджеев и человеком, который сделал очень много для музыкальной культуры Латвии. Богдан Таран с нами на прямой связи. Доброе утро. Привет, привет, доброе утро. Привет, доброе утро. Что действительно нового сейчас, вот как вот это снятие ограничений, все-таки возрождает ли оно вот эту традицию каких-то музыкальных тусовок, времяпровождения среди молодежи, например? Да, конечно. И хочу, Олег, сказать тебе большое спасибо за то, что ты назвал область и сферу электронной музыки не просто развлекательной, а культурной, потому что во всем мире электронная танцевальная музыка в последнее время это такая большая уже стала тенденция, что ее причисляют к высокой культуре. У нас в Латвии власти до сих пор воспринимают ее только как развлечение, хотя это не только так. И действительно, и не только среди молодежи, да, снятие ограничений, оно практически нас свернуло в доковидное состояние, и глядя на эти первые месяцы после снятия ограничений, мне даже почему-то кажется, что какой-то новый, больше интерес у аудитории появился как у молодежи, но и, скажем, и не молодежи. Возрастной. Ну да, да. Те, кто хочет тусоваться, хочет развлекаться и слушать электронную музыку, приобщаться к этой культуре. Есть ли какие-то сейчас вот ближайшие мероприятия, ну вот вообще, насколько действительно мы восстановили вот это доковидное количество вот такого рода мероприятий, которые раньше были очень часто? Ну я вот каждую неделю для своего телеграм-канала составляю афишу событий о том, что в городе происходит, и которые касаются именно электронной танцевальной музыки. И каждую неделю вижу, что довольно много привозов, то есть разные промоутеры приглашают иностранных артистов, и, собственно, местные диджеи тоже стали довольно активны. И что касается, например, нашей активности, ну наш, я имею в виду музыкальный лейбл «Амбер Мюз», то мы две недели назад открыли сезон вечеринок на корабле «Вайц Рига». У нас уже 11 лет, мы проводим каждое лето мероприятие «Досбот», и сейчас вот и в июне, и в июле, и в августе запланировано еще по мероприятию. И также за вот это время, с весны, мы запустили еще две серии вечеринок, которые посвящены разным музыкальным стилям. Одна из них «Верк» — это такое техно-направление, и другая называется «Диско Дарка», которая, в общем, уже, как можно судить из названия, посвящена музыке «Нью Диско» и «Дарк Диско». Это, если так говорить, о планах на вечеринке конкретно, которые мы устраиваем, проводим. Будут ли какие-то новые места открываться? Что слышно в этом смысле? Или брендинг старых, прежних? Сейчас одно из таких новых мест, которое активно работает и продвигает себя, это место «Тотал Добжа». Оно переехало на улицу Вискалю, и я так понимаю, что это связано тоже с каким-то городским агентством развития. Там целый квартал, который развивается, и, как я вижу, опять же, по их активности в соцсетях они взялись за обустраивание территории и проведение там мероприятий, концертов. Также я знаю, что на Андрейсале строится какой-то новый концертный зал, где летом, в августе планируется уже несколько больших концертов мероприятий неэлектронной музыки. Но Андрейсал тоже развивается. Насколько электронно-танцевальная музыка становится взрослее? То есть, понятно, что растут и вырастают, и затем уже, я не хочу говорить, стареют, но, в принципе, ведь уже ветераны этого движения в самом деле приближаются к пенсионному возрасту. Я не имею в виду тебя конкретно, я просто говорю про... Не, ну да, до пенсии, конечно, все ближе и ближе, да. Ну, если сравнить то, ну, скажем, аудиторию рижскую с тем, как это происходит на Западе, то в той же Европе, да, не знаю, в Великобритании и Германии, то мне все-таки кажется, что у нас возрастная аудитория, она как-то с ходом лет меньше отдает предпочтение к посещению каких-то ночных мероприятий электронной музыки. То есть у нас есть, несомненно, конкретно у меня, как у диджея и у музыкального лейбла «Амбар Мюз» своя аудитория, свои поклонники, которые вот с годами, сколько существует лейбл, они за нами следуют, фоловят и приходят на вечеринки. Но, как я говорю, если сравнивать с какими-то там западными развитыми странами, где культура электронной музыки пошире, в силу того, что там просто живет больше людей, у нас все же аудитория все-таки остается довольно молодой. Та аудитория, которая интересуется электронной музыкой. Ну и мы, естественно, стараемся посредством различных каналов связей и социальных сетей, и Телеграма, и своего журнала онлайн «Эспресс-Ньюз» двигать информацию об этой культуре, об этой сцене и доносить ее, в общем, как можно более того широкой аудитории. Насколько реально диджею из Латвии пробиться, ну, хотя бы в европейских масштабах, и выступать на ведущих площадках, и продавать свои записи? Ну, у нас есть несколько диджеев, которые периодически играют, играют, даже не то, что периодически, регулярно играют на всяких иностранных площадках, и в связи с такой всеобщей глобализацией и интернетом, и информационным перегрузом, в котором мы живем, это сейчас не так сложно. Ну, как не так сложно? То есть это, в принципе, как, скажем, в какие-то 90-е было сложно, так и сейчас сложно, потому что с одной стороны, да, с другой стороны и настолько же просто. То есть здесь сегодня уже, может быть, недостаточно быть просто талантливым, а требуются какие-то более серьезные маркетинговые хаты, то есть поиск агентов и продвижение себя. И, ну, сегодня просто диджеем быть недостаточно, то есть для того, чтобы даже здесь, может быть, быть замеченным, и чтобы себя воспринимать как-то более серьезно, то тебе требуется быть не только диджеем, а еще и продюсером, то есть выпускать и писать свою музыку. Ну, и, опять же, говорить о своем опыте, мы работаем над, ведем музыкальный лайбл Амбер Мюссен, музыкальный продакшн, мы работаем с Максом Ломовым. У нас есть два проекта, Таран Ломов и Курен Эсид. И вот, собственно, Курен Эсид сейчас, ну, он такой относительно новый, относительно Таран Ломов. Мы его запустили в 2019 году. И вот что в прошлом году, что в этом регулярно издаем свою музыку на разных лейблах звукозаписи. В частности, вот вышел релиз в апреле на польском лейбле Step Recordings. Сейчас еще грядет два издания на британском лейбле Needed Pains. И, опять же, видим по реакциям, потому как иностранные диджей, которые работают на радио, насколько активно они стали играть, там, несколько из наших записей, из наших треков. Ну, это говорит, что у нас получается, и есть возможность открывать больше возможностей для того, чтобы больше показать себя на каких-то иностранных больших площадках, может быть, даже в фестивалях. Какова роль лейблов в современном музыкальном мире, учитывая, что есть куча платформ, куда можно выкладывать свои треки и продвигать их там, без помощи каких-то, ну, вот, я не знаю, мейджоржев, не мейджоржев, маленьких компаний любого размера? Ну, в электронной музыке, по сути, таких мейджоров особенно нет, если сравнить с мейнстримом, с поп-музыкой. Здесь больше заправляют и работают маленькие независимые компании, ну, которые, скажем там, относительно рынка, они могут показаться и мейджорами, если брать в расчет электронную музыку. Но лейблы, конечно, повлияют и имеют большой вес, потому что одно дело, что да, действительно есть возможность самому без помощи там дистрибьюторов и лейблов выпускать свою музыку, но с другой стороны, лейблы, как это было всегда, они имеют бюджеты и вкладывают деньги в промоушен, в раскрутку, что очень важно. Я уже говорил, что мы, и все прекрасно знают, что мы живем в таком мире с перегрузом информации, и где электронной музыки, в частности, вообще выпускается каждую неделю очень много. И чтобы быть замеченным и услышанным в этом мире материала, то здесь как раз-таки требуется маркетинг. И бюджеты на рекламу, и лейблы этим занимаются. И они, ну, естественно, если это какие-то звукозаписывающие компании с уже большим устоявшимся именем и своей, естественно, аудиторией, то они могут помочь каким-то молодым новым артистам пробиться и быть услышанными. Ну, или если это какие-то известные артисты, то, как всегда, это происходило, что тут и лейблы, и имя артиста, они друг на друга работают. То есть это, конечно, не говорит о том, что не надо пытаться там самому, если желание, да, выпускать музыку, но лейблы я бы не стал списывать со счетов в сегодняшнем мире. Я каждый буквально день прохожу вот по этому небольшому аппендиксу Гертруда с выход на Валдемара, и как раз прохожу мимо школы диджейской, и хотел спросить, вот как становятся диджеями, кто приходит, кто выбирает это направление, насколько это совсем молодые люди, более постарше, и что требуется? Ну, если раньше было понятно, это умение, ну, вот, соединять треки, очень четко слушать бит, что сейчас вот делает диджеи диджеи? Ну, ко мне, например, в мою диджейскую школу Амбар Мюз приходят люди совершенно разного возраста, как говорится, от мала до велика, вот прям реально, да, там, от 22 до 42 или 45. То есть интересуются люди совершенно разного возраста. Ну, и ты знаешь, как это и было раньше, так и на сегодняшний день остается. Задача диджея, конечно, да, иметь технические навыки и быть способным сводить треки бит в бит, если мы там говорим про битмикс, то есть сведение треков по темпу. Но самым важным, архиважным, и как это всегда было, так и остается, это способность селектора, то есть подобрать музыку, сложить ее в такой последовательности, чтобы при помощи музыки рассказать какую-то историю и построить настроение, и взять с собой аудиторию на танцполе или у радиоприемника, или где-то во время какого-то стрима и провести слушателя с собой от точки А в точку Б и, может быть, даже с какой-то идеей донести какую-то информацию, историю. Как интересно это параллелиться с историческим фактом. Только сегодня с Олегом обсуждали. Сегодня 55 лет первому концептуальному альбому в истории рок-музыки Сажен Пеппера Битловский. И ты сейчас тоже говоришь про то, что должен быть концепт, какая-то связующая мысль от точки А в точку Б. А у меня вот сразу вопрос. Нет ли такой опасности, что искусственный интеллект вытеснен? Потому что мы знаем, что уже умеет искусственный интеллект сочинять какие-то простые статьи. То есть он пишет, ну вот если просто факт нужно рассказать, можно обойтись без журналиста, искусственный интеллект это делает. Играет блестяще в шахматы. Вот свести бит в бит и выбрать какие-то композиции, как будто бы кажется, что он тоже может. То есть вот насколько, нет ли здесь страха, что в будущем эта профессия будет вытеснена? Ну, если искусственный интеллект сможет видеть, например, живую аудиторию на танцполе и с ней коммуницировать, да, и реагировать на эмоции и видеть реакцию людей, тогда, конечно, может быть в этом есть опасность, но, не знаю, пока я сам лично не вижу в этом опасности. Ну, может, на моем веку еще это не случится, а те, кому сейчас 16-18, может быть, с этим когда столкнутся. Понятно. Ну что же, самые какие-то действительно ближайшие, может быть, еще раз сориентируем людей, что в ближайшее время можно посетить, какие мероприятия электронно-танцевальной музыки? Ну, значит, опять же, скажу о наших активностях. Через две недели, получается, 11 июня, у нас уже вторая в этом сезоне вечеринка «Дазбот» партии на корабле «Ватерига», где сыграем мы с Максом и еще ряд местных диджеев и приглашаем также израильского диджея Майка Шарона. Затем на 18 июня планируем мероприятие «Уэрк». Место пока еще не буду называть, потому что, скорее всего, это будет какое-то новое заведение. Ну, об этом, естественно, мы будем сообщать в социальных сетях. И, если говорить об этой третьей серии вечеринок, «Диско Дарка», она проходит в баре «Ласка», и ближайшее мероприятие запланировано на 8 июля. Ну, и также мы работаем над фестивалем электронной музыки «Андер», который несколько лет из-за ковида откладывался. Сейчас находимся в процессе согласования с Рижской думой. Ну, и также надеюсь, что в ближайшую неделю-две сможем объявить уже даты и место проведения этого фестиваля. Да, было бы здорово. Желаем удачи. Действительно. Спасибо огромное, Богдан Таран. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Пока-пока. Вы слушаете радио Болтком.